Севастопольским властям предстоит разобраться с еще одним резонансным случаем в Ласпе. Горожане в социальных сетях активно обсуждают сообщения мамы мальчика, который отдыхал в лагере во время третьей смены. Женщина пишет, что один из вожатых применял к ее ребенку физическую силу, оставлял одного в темной комнате, унижал и оскорблял в присутствии всего отряда. Анастасия, так зовут маму, забрала сына на день раньше и признается, что сначала не заметила ничего странного. Но позже одна из девочек, которая числилась в том же отряде, рассказала своим родителям о действиях вожатого. Анастасия приводит несколько примеров. Далее цитата. А самое унизительное, я считаю, это игра в машинку, которую придумал все тот же вожатый. При походе из одного корпуса в другой на пути в столовую он брал моего сына за волосы со словами «Ты машинка!» и вел его впереди отряда, переключая скорости передач, дергая моего ребенка все сильнее и сильнее за волосы. После уступал место водителя детям по очереди и таким образом они шли до самой столовой. Это происходило неоднократно. На ситуацию отреагировали в Департаменте образования и науки правительства Севастополя. Сейчас специалисты изучают записи с камеры видеонаблюдения, опрашивают детей и вожатых. К решению вопроса подключилась и у полномочной по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская. Мы приглашаем, мы готовы выехать к родителям, либо пригласить их в комфортное место, куда они хотят, для беседы. Безусловно, нам нужно соблюсти требования законодательства в части беседы с ребенком. Ребенку сейчас 7 лет. Мы должны будем это делать, во-первых, в присутствии родителей и, безусловно, с привлечением профильных специалистов-психологов. В любом случае, будет дана всесторонняя оценка организации работы детского лагеря по воспитанию, по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей.